Дневной разворот в Кирове Мы просили немножко поработать в другой день Поэтому не среда Утро, вторник, все нормально У вас все хорошо, не расстраивайтесь Начинаем, конечно, безусловно Сегодня традиционный день Для обсуждения рубрики Выбор города в газете «Источек новостей» Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Источек новостей» Это Василий Юмшанов Здравствуйте, Василий Васильевич Еще один наш гость Я вот лично с вами первый раз Наш гость традиционный гость Ян Чеботарев, юрист Ян Евгеньевич, добрый день Поясняю, почему Ян Евгеньевич принимает участие В сегодняшнем эфире Потому что он, как выяснилось Он непосредственный уже не участник Будем так говорить Он оказывает юридическую помощь Одному из участников событий О которых мы сегодня будем говорить А говорить мы будем Опрос посвящен теме, которая волнует нас С 21-го С 22-го июля Мы говорим о смерти Максима Маркова Мы говорим о человеке, который Что ж теперь греха таить Убил мальчика И про отца Максима Про Александра Маркова Который нанес Три ножевых ранения Человеку, который Повинен в смерти его ребенка Ну что ж Давайте сейчас предоставим слово Да, на эту тему был размещен опрос Мы напоминаем, что это было сделано В источнике новостей Рубрика называется Выбор города Василию слово Да, и на прошлой неделе Мы спросили кировчан Вопрос звучал так Вершащий самосуд Кто они? И перейдем сразу же к результатам опроса Четвертое место По мнению 15% кировчан Это народные герои Третье место 19% кировчан Опрошенных нами Считают, что это преступники Второе место 25% То есть четверть Сказали, что это дикари И первое место То есть это и есть Выбор города Практически половина 41% Ответили Вершащий самосуд Это жертвы системы Я хотел бы добавить Что опрос на этой неделе У нас проходил очень активно И вот в ходе опроса Свой выбор сделали 902 человека Ясно Хочу сказать нашим слушателям Что тот же самый опрос имеется И на нашем сайте Акирова.ру А также в нашей группе ВКонтакте В течение эфира В течение ближайшего получаса Больше чуть Вы можете тоже голосовать Заходить на наш интернет-ресурс И высказывать свое мнение По этому же Опросу Нет, ну давайте Давайте удлиним время То есть свое мнение Да, вы можете высказать На сайте Еще раз повторите Но давайте Пускай это будет до 12 часов Мы в начале следующего Часа озвучим Да, не будем обрубать То есть не бегите Компьютеру У вас есть запас сейчас То есть Опрос на тему Вершащий самосуд Это жертвы системы Дикари Преступники Народные герои Заходите Голосуйте Эхокирова.ру Слушайте У меня вопрос Володя А вы Вот в какой Позиции Из этих четырех Вы где Безусловно Они Приступают к закону Но Душой Человечески Их прекрасно понимаешь Что они Вынуждены Ну то есть Значит У вас некая Такая Аккумулятивная Точка зрения Понятно Ян Это наш гость Ян Евгеньевич Батарев Ян А вы Какую бы позицию Доведись вам проголосовать Какую позицию Я и проголосовал В свое время Я считаю Что Люди Которые Берут на себя Ответственность Самим Вершить правосудие Как они понимают Это на мой взгляд Жертвы системы Это люди Которые Считают Что они Не могут Получить Защиту Какую-то От государства Поэтому берут на себя Фактически Государственную функцию Но Наверное Знать Самый популярный Вариант Василий Васильевич Как вам вопрос А вы Да я так же точно проголосовал Давайте посмотрим вообще на цифры Да вот Получается что Большинство кировчан То есть люди Которые проголосовали За варианты Жертвы системы Народные герои То есть получается Что с пониманием Относятся Либо даже Поддерживают Тех людей Которые Вершат Самосуд И вот о чем Говорят вообще эти цифры На мой взгляд Эти цифры Говорят именно О недоверии К закону О недоверии К системе Недоверии К полиции Возможно даже В целом Недоверии К государству Так у нас Левада центр Опубликовал Последние опросы Об уровне Как раз Доверия Населения России В целом Органам Правопорядка Судебной Системе Государства Вообще Там по-моему 95% Критически Относится Нет Вы знаете Вот А я сейчас Еще Встряну С замечанием Вы знаете Как нельзя Лучше Мы По-моему Даже существует У нас Некая Запись Если я правильно Понимаю Мы естественно Обращались В полицию Мы обращались В пресс-службу Мы пытались Видите Как на руководство Не получилось Мы пытались Обратиться Вернее Мы обращались В пресс-службу Для того Чтобы сотрудники Полиции Дали нам Комментарии И вот Теперь Совершенно Понятно Почему 95% Россиян Как-то говорят Не уверенно О том Что Полиция Это именно То что От нее Ожидается Допустим Ну вот Мы получили Категорический Отказ Начали По-моему Володя Свершил попытку Созвониться Вам что сказали Было много Очень попыток Там Разные ответы Были И позиция Руководства Такая Что мы не можем Предоставить Комментарии А нет То есть Сначала Ссылались На руководство Руководство Нам запретило Евгений Иванович Домрычев Я надеюсь Что вам расскажут Что мы упоминаем Ваше имя Собственно говоря Всуя Оказывается Вы лично Евгений Иванович Домрычев Который Сегодня Исполняет Обязанности Главы УМВД По Кировской Области Запретили Своим Подчиненным Выходить С нами На связь Это потрясающе Я думаю Что людям Нашим Нашим радиослушателям Будет Оттого Более Или менее Тоже Приятно И я думаю Не увеличится ли Процент Недоверяющих Потому что Собственно говоря В полиции Люди получают Которые Составляются В том числе Из зачислений Из моего заработка Из вашего заработка Из заработка Всех Люди получают Живут на бюджете А бюджет Пополняем мы Или я не права Лен по моему Не увеличится Скорее всего Как раз Полностью доверяют Нашей системе Это те люди Которые в ней работают А то есть Те 5 процентов Да Это было бы странно И несомненно То есть Нам сказали Что запрещено Да Позиция руководства Потом был Вариант ответа Что Ну что ж Надо было пораньше Заранее Согласовать А есть запись у нас Это Запись есть Но мы Не подготовили Насколько я понимаю Нет Давайте мы Эту самую запись Подготовим к эфиру И мы вам дадим Послушать Что отвечают люди Собственно говоря Вот На вопросы На которые они Должны отвечать Да Почему происходит Почему происходят Подобные вещи Почему категорически Правоохранительные органы В нарушении Всех законов В данном случае Я подчеркиваю Правоохранители В лице ОМВД В нарушении законов Отказывают нам Давать Комментарии Признаюсь Мы Давайте чуть позже Вопросы Но вы знаете Мы не договаривались С сотрудниками полиции О том Что мы будем работать Исключительно В рамках удобных Вопросов И так Могу сказать Что вот 95 процентов Не доверяют В том числе И потому что Я думаю Вот такие ответы Звучат Им запрещено Общаться С нами А то есть С народом И отвечать На вопрос Который существует У нас И у людей Наших радиослушателей Вообще странно Это Это не странно Это нарушение Закона Ну естественно Но все равно Странно Я надеюсь Что нас прокуратура Тоже слышит Так она Такую же позицию Обычно занимает Нет Нет Как-то с прокуратурой Полегче С прокуратурой Тяжело Но они все-таки Они как-то так Если они действительно В теме Действительно Вот сегодня Сейчас и здесь И ты находишь Человека Который В состоянии Сказать о сути Происходящего Они предоставляют Выходят люди С нами на связь И у нас вот Замечательно был Работник Ленинской прокуратуры Памы Ленинской прокуратуры Да Он так держал удар Мы обещали его тут Скушать Вот Но парень выдержал Два часа Не дался Не дался Достоинности Нет Ну Стоит сказать Что все-таки Пресс-служба УМВД Вот Отписалась нам В виде вот этой Вот портяночки Отписалась Да Эта портяночка Лежит передо мной Мы ее обязательно Постараемся Зачитать Вот Ну что ж Она немножко Далека От темы Про которую Мы сейчас говорим И вот у меня Еще есть вопрос Смотрите Жертвы системы Ян Евгеньевич Я вначале Не очень поняла Формулировку Но мне разъяснили Да Это люди Которые Собственно говоря Разуверились В законе И не знают Да Вернее не уверены Что закон Будет защищать Пострадавшего И должным образом Накажет Виновата С этим все понятно Дикари Что значит Дикари Объясните Пожалуйста Там Там Раскрашенные Лица Не знаю Это существует В голове То есть Нет Дикари Что это Это люди Совершенно Интересная тема У нас У нас У нас У нас Когда крепостные Не имели Права Грабли Камни Будет На самом деле Пустил Александр, отец мальчика. Правильно, ведь это был самосуд. А у меня почему-то... Вы знаете, что вот та толпа, которая ходила, да, собиралась... Собиралась, и в травм больнице ходила очень позже. Да, собиралась в травм больнице, и на месте аварии, да. Мне хотелось сказать, ведь они, собственно говоря, до самосуда-то они не довели. На мой взгляд, это была попытка. Ну нет, я бы тоже, наверное, не сказал, что это самосуд. Самосуд — это всё-таки осознанное действие. Когда человек берёт на себя функцию правосудия, он фактически тогда осознанно как-то причиняет вред нарушителю закона. Ну не то, что вы решает его жизни, получается. Ну да, в случае Александра более чем уверена, что это было состояние аффекта, и думаю, что в ходе следствия это подтвердится. А вот по толпе, да, по толпе, я бы сказала словами Высоцкого. Настоящих буйных мало, вот и нет у вожаков, да? Ну, наверное. Вот, ну а если бы был кто-то, кто бы их страстно жёг, действительно могло обернуться чем угодно, и поэтому подобные выступления — это страшно достаточно. Самый яркий пример самосуда, ну то, что мне во всяком случае в голову приходит, помните фильм «Ворошиловский стрелок»? Да, конечно. Вот покажите мне хотя бы одного человека, вот один хотя бы человек, да. Они понимают вот этот персонаж, и ему сочувствуют, и считают, что это правильно, и исход-то фильма достаточно положительный. Нет, и вы знаете, здесь, смотрите, фильм, помните, чем заканчивается? То есть милиционер, который играет, участковый, да, Галкин играет, да, царство ему небесное, он, понимаете, он совершенно чётко даёт понять, да, что ты нарушил закон. И вот вы находите, что вот эта ситуация абсолютно перекликалась с ситуацией Александра. Ведь я, насколько я понимаю, лично вам, что уж теперь греха таить, вы оказываете юридическую помощь Александру Маркову. Ну да. Ко мне обратились его родные. Сам Александр, находясь под домашним арестом, ограничен в круге общения. И как-то общаться может с внешним миром только через родные. Давайте я уточню, я посоветовала родственникам Александра нарушение условий домашнего ареста Александр не допускал. Обратиться к Яну Евгеньевичу, потому что сказал, что Ян Евгеньевич помогает очень многим людям в неоднозначных, двусмысленных, тяжёлых, непростых жизненных ситуациях. Поэтому, да, это была моя рекомендация, слава богу, что они прислушались. А Александр официальный защитник полагается? У него он есть. У него есть адвокат, который также ходит с ним на все допросы, участвует в проведении следственных действий. То есть защита Александру в настоящий момент обеспечена. Так вот, я к чему? Я вернусь к этому фильму. Вы помните, да, как Галкин изымает вот это оружие? Нет, он что-то говорит вроде «нехорошо инструмент разбрасывать, дед». Ну, это всегда. Вот. А в этой ситуации, насколько я помню, что когда сотрудники полиции задержали Александра Маркова, собственно говоря, они скинулись ему на коньяк и выпили за здоровье сына. Да. И, как говорят, еще закуски. Закуска была, то есть парни сбегали в магазин. Ну, про коньяк. Я имею в виду полицейских. То есть, да, смотрите, участковая линия поведения и люди, которые видели трагедию отца, и где-то, какие бы погоны они не носили, в какой бы форме они не ходили, они понимали, что если это человек, который кричал, что он депутат и он помощник и так далее, где-то он может уйти от закона. И, ну, примеров много. Я вот тоже скажу, что мне нравится фильм «Ворошиловский стрелок», но вот вам не кажется, что вот создание таких фильмов, как вот «Ворошиловский стрелок» показывает пример? Да, подталкивает, по сути, подталкивает людей на свершение самосуда. Нет, это не фильм подталкивает. Это система нас подталкивает. Это закон нас подталкивает, понимаете? Любой человек, который побывал в нашем суде, в наших правоохранительных органах, хотя бы в какой-то степени испытывает желание все-таки... Например, а любой человек, который не побывал в суде, но посмотрел фильм «Ворошиловский стрелок»? Ну, вряд ли. У него тогда поводов, извините, нету вершить самосуд. Он скажет, какая-то неправдоподобная фантастика. У нас есть звонок, да? Есть звонок. У нас на связи Артем Панекаровских, это ведущий программы «Точка зрения» на 9-м канале. Как раз-таки они обсуждали в этой программе суд Линча, да. Артем, здравствуйте. Добрый день. Вы знаете, мы сегодня обсуждаем вот какую тему. В источнике новостей был опубликован на прошлой неделе опрос. Вершающий самосуд. Кто это? Это жертвы системы, это дикари, преступники, народные герои. Скажите, пожалуйста, я знаю, что в минувшие выходные у вас выходила в эфир программа, но тема была примерно такая же. Вы помните результаты, которые у вас были, то есть читатели и телезрители в чем-то разнятся, и какие категории у вас были, людей? Был ли какой-то опрос? Можете подвести какой-то итог вашему эфиру? Ну вот смотрите, на вопрос, который вы сегодня ставите, это кто? Что это за люди, которые требуют линчевания, да? Вообще, вот с одной стороны, просто смотрите, очень все двояко. Вы говорили сейчас о фильме «Ворошиловский стрелок», и есть опросы, если вот, не знаю, видели вы, вы знаете или нет, но, вы знаете, общество поддерживает этого дедушку, который отомстил, поддерживает. Что же происходит в Кирове? Напрямую никто не осудил отца Максима Маркова. Напрямую никто. Что? Более того, все эти выходы с травмобольницы, что происходит там? Там органы правопорядка, по сути, встают на сторону этих людей. Они не говорят, что кто-то нарушил закон о митингах, они не говорят, что кто-то нарушил комбинатский час. Не говорят людям, что так нельзя, извините, люди, но так нельзя. Давайте суд вершить как-то в рамках, в тех рамках, которые есть на сегодняшний день. Я могу однозначно сказать, как это, чисто эмоционально, я понимаю прекрасно родителей, с точки зрения общества, если смотреть, и с той точки зрения, что раз мы общество и живем по общим правилам, то, конечно, подобные призывы к самосуду, это не что иное, что... Ну, это приведет, очевидно, это приводит к тому, что общество начнет делиться. Мы будем первобытным обществом, которое будет линчевать, убивать, решать проблемы по-своему. А, Артем, вы реально считаете, что это вина общества? То есть, если я сейчас скажу, что я поддерживаю тех, кто призывает к линчеванию, наверное, я тогда буду отрицать современное общество. Кто призывает к линчеванию? Кто призывает к линчеванию? Мы не призываем к линчеванию, мы как раз наоборот. Мы пытаемся разобраться просто в штуках этой проблемы. А у вас все-таки вот народ в какой позиции был? Что вот ваши телезрители говорили? Кто же такой Александр Марков? Ну, вот знаете, мы вопрос немножко по-другому ставили. А что это такое и с каким настроем люди вышли? То есть, с точки зрения, опять же, общества... Хорошо, что вы рассматривали уже движение молодежи. То, вот смотрите, если общество... Давайте вспомним историю с Ильей Фарафоновым. Помните, там были такие же народные гонения этого Ильи. Они начинались, но они очень быстро закончились. То есть, мы, наверное, вот сейчас уже о них забыли. Мы сейчас знаем о других. Это вам кажется. Мы не забыли, извините. Мы не забыли. Не забыли. Очень хорошо. Сейчас снова народные вот такие шествия, да? То есть, народное несогласие. То есть, одно дело, когда люди выходят, и они еще ждут какого-то правосудия и какой-то справедливости. Другое дело, когда они выходят от полного отчаяния. Если в первом случае они еще готовы ждать, то я с уверенностью могу сказать, что это не опасное общество. Оно еще поддается управлению. Если оно выходит от отчаяния, это уже намного опаснее. Это несомненно, конечно. Ну да, тут сложно не согласиться. Ну, действительно, да. У Артема в его программе точка зрения рассматривалась некая все-таки позиция. Другая плоскость. Но то, что вот нас интересовало, фактически Артем подтверждает, что, собственно говоря, громко вслух. Ну, сказать совсем, что никто не осудил действия Александра Маркова, это все-таки не так. Но, может быть, не было в эфире людей. Ну, скорее, все поняли. Ну, да. То есть, мы пытаемся понять, и все-таки вот жертва системы, то, что у нас результат, да, жертва системы, это люди, не верящие в правосудие, не верящие в закон. Да, в официальное. Ну что ж, Артем, спасибо большое. Удачи вам в вашей работе. На журналистском фронте. Ведущий программы «Точка зрения» на 9-м канале, Артем Паникаровский был с нами на связи. 708502. Кстати, вот эти заветные цифры еще не прозвучали у нас в программе. Хорошая штука склероз. Каждый день новости. 708502. Я часто об этом говорю. Звоните, да. А номер для СВС? 909-720-101-0. Илья Евгеньевич под столом начал строчить СМС куда-то. Нет. Ну что ж, давайте все-таки вот мы остановились на слове дикари, то есть 25% за то, что дикари. Да, кто согласен с вами? Вот кто из вас согласен с тем, что люди, которые пытаются заниматься, линчевать человека, виновного или невиновного, да, такое субъективное мнение тут выступает, что это дикарь. Вот как вы думаете? Мне кажется, что это слишком. Но перебор некоторые присутствуют. Здесь, скорее всего, люди, просто отвечая на данный вопрос, оценивали не личность тех мстителей, скажем так, а сам по себе способ самосуда. На мой взгляд, естественно, это способ дикарский. В нормальном обществе, повторюсь. В нормальном обществе. В нормальном обществе. В нормальном обществе ключевое слово нормальное. Нормальное, да. Суд осуществляется все-таки государством. А мы говорим об обществе, собственно, говорим, не сильно здорово. Соответственно, скорее всего... Что нужно сделать, чтобы снизить количество самосудов в таком случае? Ну, у нас... Реформировать, да, реформировать судебную систему, реформировать общество. Да, тотальная реформа какая-то. Василий, я читаю, чисто... Это так постоянно абстрактно звучит, там, тотальная реформа, реформа МВД. Нет, ну, кстати, все дело в том, что, на мой взгляд, чисто русский менталитет, вот наша лень, наша индифферентность, да, наша вот эта вот, знаете, смиренность, да, вечное какое-то покаяние в том, что мы не совершали, понимаете, вот они именно уберегают нашу страну от засилия вот этих вот судов линча. Если бы мы были горячее, допустим, мы были там испанцы, аргентинцы, мы такие, ах, или, значит, темнокожие... А как в поговорке, Бог терпел и нам велел. Да, или темнокожие такие ребята с африканского побережья, я думаю, что при подобной системе, да... О, не надо, там, сомалийские пираты, а... Ну, нет, это другая... Сомалийские пираты, это другая статья. Пиратство. Вот. Я думаю, что все-таки судов было много. И говорить о том, что у нас какое-то засилие линчевания, по-моему, это очень... Нет, конечно. Нет. Просто на самом деле суть-то в чем? Вот каким образом трансформировался тот же суд линча на западе Соединенных Штатов? Давайте оставим, да? С усилением роли государства, там просто народ был широко допущен к отправлению правосудия. Там суды присяжных были не по трем-четырем составам, как у нас сейчас, терроризм и госизмена, а, простите, по всем. По всем, да. То есть пришли, сели, проголосовали, уважаемые дяденьки и тетеньки. Давайте на этой процедуре, значит, которая смела суды линча отставила из сторону, мы остановимся, надо, наверное, несколько секунд, да, у нас сейчас рекламная пауза. Дневной разворот сегодня посвящен народному мнению, точнее, мнению читателей газеты «Источек новостей» по поводу вопроса, совершающего самосуды, это жертвы системы, дикари, преступники или народные герои. В студии у нас Василий Мшанов, главный редактор газеты «Источек новостей». Собственно говоря, отвечающий теперь за то, как проголосовал народ. За народное мнение. За народное мнение, да. Вот уж такая у Вас нелегкая эстезия, и поэтому вот у меня вопрос, да, вот еще. Смотрите, 19% из запрошенных, вот мне, кстати, хочется сказать, Вы сказали, да, более 900 человек дали. Если быть конкретным, 902 человека. 902 человека. Ну, вот мне кажется, что... Давайте отругли тысячу. Вы знаете, что 902, это, как бы сказать, наверное, это не предел. Это незначительная цифра людей, которые принимали участие в голосовании. И мне кажется, что ответ, вот почему так немного, потому что он вот на поверхности, да, очень сложно сказать. Очень сложно сказать. То есть мы все понимаем, да, что произошло. И мы понимаем, что он совершил преступление. Мы говорим про Александра Маркова, да. И в то же время, а как? И мы ему сочувствуем соболезнования. Вот я бы не смогла конкретно, совершенно четко ответить, вот я тут в какой позиции нахожусь. Ну что ж... То есть четко выбрать один вариант невозможно, по-вашему мнению. Очень сложно. Мне кажется, что эта позиция настолько вообще человеку сложна, настолько, вот, понимаете, и вроде с одной стороны, он фактически убийца. Помните, как объяснял отец Георгий, который был в нашей студии, он нарушил Божью заповедь. Он говорит, не убей. Он поднял руку с ножом, да, он мог и без ножа, но, в принципе, это уже, да, у Божьей заповеди нет, там ранило, еще чего-то, да. Есть не убей. Не убей, да. Он нарушил закон, он нарушил Божьи заповеди, он на это пошел, вот. Ну, как Ян Евгеньевич говорит, после того, как он поразговаривал, все это происходило в состоянии аффекта, я тоже предполагаю, что это, наверное, и так было. Вот, то есть все это очень непросто, очень непросто. Вот сейчас Артем Паникаровский сказал, да, что его фактически никто не осудил, этого мужчину. Почему? Есть показатели тому. Есть тому показатели. Ну, вот смотрите, 15%, 19% людей говорят, что это преступники. Вот без ничего просто, понимаете, это что за люди? Это с точки зрения закона, конечно, это преступники. С точки зрения закона, да. Они преступили. А, кстати, есть ли такое понятие, вот, Ян, самосуд именно с точки зрения закона, то есть в уголовном кодексе? Есть, конечно. Есть такая статья, несомненно, да, это самосуд. И сколько? В зависимости от последствий. В зависимости от последствий в любом случае. Просто это можно квалифицировать и как какое-то самоуправство, и в данном случае квалификация правильная, это причинение тяжкого телесного вреда. То есть если бы это была смерть, то это было бы убийство. То есть в зависимости от последствий квалифицируется. Другой вопрос, потому что мы применим к тому опросу, который был осуществлен. По-моему, как раз здесь люди, когда отвечали о том, что это преступники, это просто либо юристы, наверное, либо люди, которые абстрагировались от конкретной ситуации, отвечали уже непосредственно формально на вопрос. Нет, именно в рамках закона. Любой самосуд, да, любой самосуд, это преступление в любом случае. Это люди преступники. Есть нарушение закона, да? Да. Все, преступник. Ну вот смотрите, вот смотрите. Может быть, в последующем они могли бы ответить и на вопрос, что это народные герои. Преступник не исключает то, что этот человек народный герой. Зоро, например, я знаю одного такого. Граф в этом, Монте-Кристо. Как-то так. Ну а если посмотреть лимонские фильмы, там, Суперменов, Бэтменов и так далее, там. Просто разные же понятия. С одной точки зрения чисто юридической, приступил закон, не приступил, а с другой, чисто эмоциональной, как народ к этому действию относится. Вот он преступник и в то же время народный герой. Возможно, возможно. То есть преступник это ответ разума. Хорошо, это ответ разума. А что тогда народные герои? Это ответ души. 15-15 процентов. Самая страшная, самая пугающая цифра. Народный герой. Это кто? Это вот кто давал, кто 15 процентов людей? Оцените вот категорию. Вот кто это может быть, то сказал народный герой, человек. Это, скорее всего, люди, которые сами столкнулись с несправедливостью и не смогли ее законными методами победить. Да, то есть я думаю, что это сказали, прежде всего, жертвы системы. Жертвы уже, да, то есть люди те же, которые с этим. Получается, что народные герои равно борец с системой, скорее всего, так. То есть, слушайте, я не предполагала, вы такие умнейшие идеи, вы сейчас озвучиваете, да. Нет, я не предполагала, что вы не можете. Я просто с вами первый раз в эфире, и, слушайте, это действительно достойная идея, да, что это люди, которые, причем, очень обидно пострадали от системы, и таких примеров у нас, извините, это жуткая цифра, ну, допустим, давайте на ней остановимся, да, это 15 процентов. Вот, то есть есть тут некая взаимосвязь, да. Ну что ж, я считаю, что мы разобрались вот с этой темой, и в следующем часе мы еще будем говорить. Есть некие новости, касающиеся событий 21-22 июля на улице Воровского. Мы перенесем в следующий час, а сейчас мы должны Василию Емшанову предоставить право, как бы познакомить читателей и радиослушателей с тем... Следующая вопроса. Да, с темой следующего вопроса. Тема следующего вопроса, что вы будете спрашивать. Тема следующего вопроса — это электронные проездные. Напомню, что они будут введены в нашем городе уже в сентябре этого года. И мы решили спросить кировчан, введение электронных проездных — это первый вариант ответа — удобные новшества. Второй вариант — очередная морока. Третий способ — заработать транспортником. И четвертый — я ими не буду пользоваться. Интересный вариант. Я не буду ими пользоваться. Значит, есть еще два варианта, потому что у меня есть личное авто, и я вообще не езжу на общественном транспорте. Или второе, а мне плевать, что за каждый билет я буду переплачивать 3 рубля. Ну, есть другой вариант. Минимальная стоимость карточки тоже ведь какая-то есть. Там, по-моему, 100 рублей она стоит. Если я проезжаю, простите, 4, 5, 10, 20 раз на 60, например, рублей в месяц на общественном транспорте, ну, пенсионеры, бабушки там, не инвалиды, либо предпенсионного возраста люди, зачем им 100 рублей выкидывать, которые они банально не изъездят? Ну, так-то да. Меня там вот что еще беспокоит. В часы пик, в утренний, вечерний. Ну-ка беспокойтесь. Пассажир автобуса, вот буквально сегодня с утра прочитал, пассажир автобуса должен подойти к кондуктору, то есть через этот весь салон полностью битком забитый, как-то припереться к нему? Нет, 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 мы когда обсуждали это в самом начале, я представила кондуктора габаритную тетеньку. А, ну, или висящего на поручнях, отбивающего руками чеки. И меня, значит, тоже габаритную тетеньку, значит, мы пытаемся, значит, из пункта А, значит, в пункт Б, мы, значит, пытаемся друг к другу добраться. Вот, в это время, значит, беременный автобус, едва переваливающийся там на наших ухабах, да? Вот, то есть картина достаточно занятная, занятная картина. Мы говорили о том, что в Москве, допустим, да, там стоят вот эти вот все счетчики, то есть... Каллидаторы. Да, без проблем, но там такое количество транспорта, что фактически на остановках народ не копится. А у нас, возьмите, да, особенно по утрам, вот этот вот Новолянский маршрут, это же привет, да? И вот я все время думаю, как вот в этой жаркой, вот в толчее, все мы мокрые, злющие, а это утро, да? И вот две такие, значит, вот такие большие крупные тетеньки, мы друг к другу ползем. Одна для того, чтобы меня обилетить, другая, чтобы, значит, за билет заплатить. Да там, скорее всего, так же будет, как сейчас, передавайте карточки. Да нет, толстые люди, они добрые, она так на меня, наверное, глянула и сказала, ай да, езжай уже. Кстати, сегодня, насколько я знаю, журналистов кировских пригласили протестировать на 23-м автобусе эту систему. То есть к вечеру уже появятся новости, журналисты расскажут о том, как это все прошло. Это некорректный тет, надо это в час пик делать, на самом деле. Надо в час пик и битком на битом автобусе, да, а то протестировать, извините, как бы, да, не совсем хорошо. А в советское время что-то, компостеры были, да, как они назывались? Да, были компостеры. На самосознание входил человек в салон, шел к компостеру и пробивал, и периодически заходили иногда проверяющие. Я вам в перерыве расскажу потрясающе смешной анекдот про компостеры. И сравнивали. Но он не эфирный, но это очень смешно. Доктора любят рассказывать эти анекдоты. Вот, были компостеры. Что только не было. А во времена моего детства мы покупали билетики. Мы опускали там 4 копеечки. О, я помню, да, и кассу крутили, билетик выплавлял, отрывали. Вот, все это с таким скрежетом, отрывали бумажку. И потом весь автобус или троллейбус мы сидели так считали, а потом кое-кто съедал. Но это если счастливый. Да, я и говорю, кой-кто, снизу выражение, жрали билеты эти. В общем, съедать-то нужно было уже, когда выйдешь из салона, потому что иначе кондуктор придет, контролер. Точно, съел, а тут контролер. А ты его дожевываешь, сидишь. Собственно, уже все. Ну что ж, я думаю, вообще, вот мы хотя и смеемся, в принципе, тема там, вы знаете, с проездными, она достаточно жесткая. Почему? Потому что, ну вот, насколько я знаю, и, по-моему, и Ян Евгеньевич в теме, там, по-моему, что-то происходило без конкурсов, там какие-то банки, вот. То есть, кому на пользу, сложно сказать, но, по-моему, народу это точно не на пользу. У нас, помните, был в эфире, когда мы только обсуждали тему, был какой-то очень энергичный пенсионер, судя по голосу, да, вот. И он представителям, значит, вот, перевозчиков, он задал, нет, администрации, он задал вопрос, он сказал, сколько билеты-то будут стоить, поди, 15? И чиновник так замялся, замялся, он говорит, где-то таких еды, говорит, что, еще больше? Народу-то, как раз, по-моему, все равно, они как платили деньги, так и будут платить, бесплатно никого возить не будут, за исключением слепых, по-моему, еще кого-то. Знаете, очень-очень сомневаюсь, что перевозчики добьются одной из своих главных целей, это узнать точный пассажиропоток. Ну, действительно, просто без этого же не жить. Это, конечно, интересно, но полюбопытствовали сегодня, а завтра-то, ну, отменяйте по своей электронной ПУ, все уже, мы знаем, сколько. Ну, что ж. Да, Васильевич. Да, Василий Вишанов, главный редактор газеты «Височек новостей», спасибо, Василию. Спасибо, спасибо и до свидания. Добрый день, в эфире новости, у микрофона Ольга Болезина. Прокуратура проверит ГИБДД из-за большого числа аварий. Прокурор области Сергей Бережицкий в связи с увеличением смертности в дорожных происшествиях поручил проверить подразделение ГИБДД Кирова и дать оценку их деятельности. В связи с этим прокурор города проанализирует ситуацию с аварийностью, полноту, достаточность и своевременность принимаемых мер по контролю за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения должностными лицами ГИБДД города Кирова, сообщается на сайте областной прокуратуры. Собственные доходы региона увеличиваются. Сегодня правительство области утвердило отчет об исполнении бюджета за первые полгода 2012-го. По данным Департамента финансов, регион получил за этот период 20 миллиардов рублей, около половины из них это собственные доходы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они выросли на 7%, то есть на 755 миллионов рублей. Это обеспечено ростом сбора налогов. Расходы региона тоже увеличились на 1 миллиард и составили 18,5 миллиардов рублей. 22% суммы направлены на социальную политику, 20% на образование, примерно по 19% на здравоохранение и развитие экономики. Жительница Котельнича сдала в полицию своего сына, угнавшего мопед. Женщина увидела, как ее 36-летний сын загоняет в сарай чужое транспортное средство. Поскольку мужчина нигде не работает и накоплений не имеет, то она решила, что мопед украден. Полиция изъяла транспорт, выяснив, что его мужчина украл из сарая семейной пары, с которой накануне выпивал. Когда к обворованной чете пришли полицейские, те были еще не в курсе того, что их мопед украден, сообщает пресс-служба областного ОМВД. Ущерб потерпевшей оценили в 3 тысячи рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье кража. К этому часу все. В студии работала Ольга Балезина. Ну что ж, забавные новости. Всегда бы так работали. Да, особенно в связи с... да, всегда бы старушки так реагировали. 36 лет и в полиции так работали. Здесь дело не в полиции, а в старушке, понимаете, которая своего сына захомутала быстренько сообразить, что... Право, порядок в России держится на старушке. А семейство-то даже не успело заметить. Оно просто не протрезвело к тому времени, а оно просто активнее принимало, а тот, видимо, выпивал и оглядывался. Что здесь можно уже прибарахлить? Выбор пал на мопед, зачем вечно пьяному человеку мопед сказать сложно. Ну, а мопед, видимо, старенький какой-то, если 3 тысячи рублей. Слушайте, а ГАИ у нас, вот первая новость, она что будет проверять? Прокуратура. Прокуратура с ГАИ. Как ГИБДД расследует ДТП? Может, что будут проверять? Как оно предотвращает ДТП? Что предотвращает? Как предотвращает? Нет, караулик подок. Выставляет полицейский. Чего делает? Картоны ГИБДДшников везде. Слушайте, я думаю, что это как вводить в кабинете. Как это можно предотвратить, на самом деле. Лех, как водитель сказать о том, что, на мой взгляд, ДТП возникают там, где движение неорганизовано, где не работают светофоры, где отсутствуют разметки, где не отремонтированы дороги, люди начинают метаться по дорогам, как-то разворачиваться, еще что-то. Я не автолюбитель, но я с этим не согласна. А есть еще версия, что это возникает на хороших дорогах, где позволяют себе гонять на 170-180. Это тоже вариант. А вообще для меня, вы знаете, события, вот о какой дисциплине, о чем можно сейчас говорить, смотрите, вспомните, чьи харду. Усцов, Бахтин, сколько без головы наше ГИБДД находится? Да правильно, что все в разрухе. Ну что ж, давайте у нас, мы обсудили, время обсуждения новостей закончилось, мы сейчас уйдем на перерыв, слегка отдохнем, потом вернемся с новыми силами и продолжим интересные темы.